В 13-й школе сегодня появилась парта героя в честь ее выпускника Романа Катченкова, погибшего в зоне СВО. Мама и сын Романа присутствовали на мероприятии. Парта героя – это такой ученический стол, на котором размещена фотография героя, информация о фактах его биографии и заслугах. Роман Катченков учился в 13-й средней с 1987 по 1997 годы. После окончания образовательного учреждения поступил в школу милиции. Всегда был активным и спортивным. Когда началась специальная военная операция, был мобилизован в ряды Вооруженных сил России. 23 ноября 2022 года в селе Червона-Поповка Луганской Народной Республики он погиб. Сегодня в его честь в школе открылась парта героя. Конечно, очень важно знать, кто настоящий герой, а кто. Наверное, только тот, который много говорит, потому что много и таких людей, к сожалению, бывает, которые много говорят, а по сути такими не являются. Так вот, я вам хочу сказать, что Роман Владимирович настоящий герой. Парта героя – ученический стол с фотографией героя, его биографическими данными. Сидеть за партой будут лучшие ученики школы, активисты и спортсмены. Своего бывшего ученика сегодня пришли вспомнить учителя-ветераны. Ученики разные бывают. Вот Роман относился к тем ученикам, который был уж очень шустрым, но уж каким спортивным и каким правильным. Он рос настоящим хорошим парнем. Класс, где учился Роман, был у нас такой популярный в школе, потому что в классе было 22 девочки и 7 ребят. Мы их называли «Женский батальон» и «Семь гусар». Исполнительный секретарь Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Ковшарь обратилась к родным героям. Сыну желаю поступить, выполнить все намеченное, что вы наметили. Я хочу, чтобы в вашей жизни все сложилось хорошо. Берегите бабушку, ну а вам, мы скорбим вместе с вами. Низкий поклон вам до земли. Мама героя была тронута вниманием молодежи и почетных гостей. Очень приятно, по крайней мере, что помнят об моем сыне. Ну, очень тяжело. Для меня, в ответ, очень тяжело. Хорошо, что помнят. Большое спасибо. Он не заключился 11 лет в этой школе. Да, конечно, было тяжело. Но надо было и бабушке помогать, и себе. Так что, ну, достаточно тяжело я пережил. Ну, справился. Он не мог сядь сложить руки, когда кто-то там погибает или умрёт. Ему надо было тоже идти. И он правильно сделал, что пошел. Защищал. Я этим горжусь. Указом президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, Роман Катченков награжден орденом мужества посмертно. Редактор субтитров А.Семкин